Спортсмена, которая выходит на старт. Следующая студентка из Норвегии Даша Грм. Она неоднократно принимала участие и на чемпионатах Европы, чемпионатах мира. Несколько раз попадала в финалы, но до десятки ни разу так и не добралась. Отметим, что начала заниматься и получила первые свои успехи на международной арене. Спортсменка под руководством замечательного украинского тренера Бориса Успенского, который преподал ей всю украинскую школу замечательных фигурных катаний на коньках. Тройной луз исполнен, на мой взгляд, с помаркой. Посмотрим, как там судьи это все расценят. Да, это был недокрут, и это привело к съему определенному. Вот неудача на втором прыжке. Волнуется Даша Грм. Тройной флип. Тройной флип с базовой оценкой. Нет, все-таки судьи посчитали, что было касание второй ноги на выезде и опять съемок. Вот сейчас чистый выезд, все видели. Вот это было чисто. Каскад исполнен чисто и вероятно премия. Я так понимаю, что это будет сейчас зеленое окно. Но да, оно и есть. Видите, очень зрители видят, когда прыжок исполнен без претензий. Чисто, красиво, с хорошим длинным выездом. Это понятно любому зрителю. И у нас, тем более, большинство искушенные в фигурном катании знают, что такое чистый выезд, что такое не очень чистый выезд. Музыкальная такая пауза, лирическая в композиции. Хороший двойной аксель в каскаде. Ну, спортсминка вроде раскатала слово такое. Она, как бы, уже, наверное, почувствовала уверенность. Ну, да, все-таки ошибки еще есть. Есть, есть. Любое касание свободы ноги на выезде наказывается правилам соревнований. Вот касание рукой. Ветер тоже наказывается. И прыжок один оборот не очень хорош. Все касания – это ошибки. Надо выезжать чисто. Фигурное катание – это чистописание на льду. Это каллиграфия. Это точный образ, точное выписывание двух прыжков, поворотов, вращений. Кто умеет это делать, тот чемпион. Так, Даша Крым включает секретное оружие, улыбка и эмоции. Были ошибки в прыжках, мы включим секретное оружие. Будем улыбаться. Тоже немножко устала. Спортсменка к концу программы видно. Вообще, тяжелое испытание, вот эта произвольная программа. Не то, что спортсменка ее не любит, эти спортсмены, но, как бы, как это говорят, тяжелый такой труд, что ли. Такое испытание для каждого фигуриста, вот эта произвольная программа. Тяжелая-тяжелая дорога. 4.07. Столько длилось выступление представительницы Словении. Были у нее хорошие элементы в этом выступлении. Были недочеты. Что в сумме получится, будем сейчас наблюдать.